Сегодня я хочу рассказать о необычных находках, чей возраст сотнями тысяч, а иногда даже и миллионами лет. Но все эти находки отвергаются современной наукой. Ученые привыкли к одной картине мира, и когда появляется что-то, нарушающее наше привычное восприятие, выходящее за рамки, то они или впадают в ступор, или яростно отрицают само существование этих артефактов. Но если бы они хотя бы на минутку согласились с тем, что эти находки подлинные, насколько тогда расширилось бы их мировоззрение. Итак, сейчас я расскажу вам о необычных артефактах. Камни Ики. Эти камни были собраны в окрестности перуанского огорода Ика в 1960-х годах. Из-за того, что на них отсутствует органика, невозможно определить их возраст. Изображения, вырезанные на этих камнях, поражают. На многих из них изображены динозавры, например, стегозавры с треугольными костными пластинами. Но наличие этих пластин было подтверждено учеными только в 1990-х годах. Этот факт, и несколько других, дает сторонникам древности и камней Ики утверждать, что эти камни настоящие. Тарелка Лаладафа. Этой каменной тарелке 12 тысяч лет, и она была найдена в Непале. Качество обработки камня просто потрясающее. Но, как ученые знают, в то время люди не владели такими технологиями. А в центре блюда помещено классическое изображение инопланетянина. Все это натолкнуло ученых на мысль, что эта тарелка была создана пришельцами. Но, мне кажется, что есть вероятность, что эта тарелка могла быть созданной людьми по технологиям, которые не дошли до нас. След ботинка с трилобитом. Этот отпечаток ноги человека был найден в пласте земли, относящемуся к кембрийскому периоду. Но Кембрий начался 540, а закончился 460 миллионов лет назад. Но принято считать, что в то время человека на земле не могло быть, ведь он возник всего лишь 200 тысяч лет назад. В Кембрии даже динозавров не было, они возникли гораздо позже, спустя 200 миллионов лет. Возможно, этот отпечаток доказывает, что человечество гораздо древнее, чем мы думаем. Ископаемый гигант. Этот атлант был найден в 1895 году во время горных работ в английском городе Антрим. Его высота была 3,7 метра, обхват груди 2 метра. Примечательно, что на правой руке было шесть пальцев. Примечательно, что в Библии упоминаются люди с шести пальцами. Так, в второй книге Самуила, говорится, было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослоимевший по шести пальцев на руках и ногах, всего 24 из потомков рифаимов. А рифаимы, между прочим, это народ исполинов. Может быть, они действительно существовали? Даже если это и так, пока наука не готова признать этот факт. Диск Сабу. Этот диск был найден при раскопке древнеегипетской гробницы. Предполагается, что он был создан 3000 лет назад. Ученым непонятно, для чего этот артефакт был создан и каким образом. Это точно не колесо, оно появилось только в 1500 году до нашей эры. Удивительно, но больше всего этот диск похож на рабочие органы современных мешалок для химических процессов. Такие находки принято называть неуместными по представлениям ученых, в эту эпоху просто не должно быть. Гофрированные сферы. В последние десятилетия шахтеры в Южной Африке находят вот такие сферы. Диаметр этих шаров составляет 2,5 смотри. Интересно, что они были найдены в камне, который относится к докембрийскому периоду и датируется 2,8 миллиарда лет. Кто сделал эти сферы и для чего так и остается загадкой? Огромный отпечаток ступни человека. А это еще одно доказательство, того, что раньше на Земле жили гиганты. Этот отпечаток был найден в Техасе, в реке Палакси. Палеонтологи считают, что это женский отпечаток. По их подсчетам, женщина, оставившая такой след, бела 3 метров ростом и весила 300 килограмм. Коллекция Вальдемара Джульсруда. Эта коллекция была собрана в Мексике из фигурок, найденных при раскопках. Фигурки изображают динозавров, некоторые их них известны ученым, а вот некоторые остаются загадкой. Доказан возраст этих фигурок и минимум 3,5 тысячи лет. Но это еще не все, чем уникальна эта коллекция. В ней есть большое количество фигурок, изображающих людей, причем разных рас. Неудивительно, что историки предпочитают не вспоминать об этих фигурках, не вписывающихся в современную картину мира. А вот этот самолетик был создан в Древнем Египте 3000 лет назад. Долгое время люди считали ее обычной птичкой, пока однажды один исследователь не увидел в нем планер. Специалисты по самолетастроению определили, что это модель некого самолета, его характеристики и форма конструкции полностью совпадает с конструкцией современных самолетов. Более того, по образу этой фигурки был создана модель самолета, которая действительно полетела. Как вы думаете, после этого ученые признали, что в Древнем Египте умели стопить самолеты? Нет. Более того, саму фигурку запрятали подальше, чтобы она не мозолили глаза. Глобус Элиаса Сатамайора. Элиас Сатамайор был исследователем. В 1984 году в Эквадоре он нашел множество артефактов, в том числе и этот глобус. Поражает то, что символы и знаки, высеченные на них, относят не к местному языку, а к санкриту, на котором разговаривали в Индии. Точнее, самому раннему санскриту. Среди этих находок есть и глобус, на котором чисто схематически нанесены континенты. Тем не менее, их очертания легко узнаваемы. Предположительно, возраст этой древней карты – 12 тысяч лет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.